Отзывы о том, что в РФ назвали вакциной от COVID-19, разделились на две неравные части. Все те, кто готов обмазываться Путиным или хотя бы продуктами его жизнедеятельности, каждый день или хотя бы раз в неделю поют ему гимны и кантаты, будто бы он сам ее сделал у себя в бункере. С другой стороны, из ставки Гитлера, вернее Путина, приходят упорные слухи о том, что Путин таки принял участие в этом деле, и ему приписывают такие слова. «Хорошо, что нет кони, но для таких экспериментов у меня есть дочки». И после этого на них испытали эту вакцину. В самом деле, если Путин не обы что метр в прыжке, а мировой лидер, ему надо в этом принимать участие непосредственно. Вон, Дональд Трамп рассказывал о том, что жрет гидрохлорохин горстями и вирусы не подходят к нему на расстоянии мили. Мало того, они передают своим товарищам, что в том направлении находится Трамп и туда лететь нет смысла. Ну а критических замечаний куда больше, и связаны они даже не с тем, что там из себя представляет эта вакцина, а с самим решением пустить в массы сырой препарат, который даже для применения на животных еще нельзя разрешать, поскольку даже звери имеют право на гуманное к себе отношение. Доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национальных институтов здравоохранения США, заявил о том, что российский препарат не соответствует фундаментальным представлениям о медицинском препарате для человека. Он говорит о том, что не были соблюдены элементарные правила научного подтверждения эффективности и безопасности препарата. В частности, он сказал. Я думаю, что практически каждый эксперт по вакцинам в мире, глядя на это, был бы весьма обеспокоен. Вряд ли это было мудрое решение. Пускать вакцину в массовое применение. Это можно назвать русской рулеткой. Такое мнение разделяют ведущие мировые вирусологи, потому что российский препарат форсированно прошел лишь первую и вторую стадию испытаний. А последней стадии не было вовсе. Только на третьей стадии тестирования проводятся на предмет побочных явлений, совместимости препаратов и так далее. То есть, именно в ходе третьей стадии тестирования нарабатываются данные, которые в описании любого медицинского препарата содержатся в разделах «Показания» и «Противопоказания». Именно на этой стадии оцениваются совокупные качества препарата с его положительным действием и опасностями, связанными с его применением, для того, чтобы окончательно решить, стоит ли давать разрешение на его широкое применение. В данном случае РФ просто проигнорировала эту стадию, что ставит общий вопрос о том, как там подходят к оценке пригодности медпрепаратов вообще. Доктор Коллинз отметил, что будь у него цель запустить вакцину любой ценой, то с такой стадийностью испытаний, которые прошел российский препарат, США имели бы вакцину уже несколько месяцев назад. То же самое сказал и советник Белого дома по проблеме коронавируса доктор Энтони Фаучи. Он сказал, «Иметь вакцину и доказать, что она является безопасной и эффективной – две разные вещи». Трудно сказать, найдется ли кто-то, кто может прямо сказать о том, что Путин окончательно слетел с катушек и порет откровенно опасную чушь уже в любой области, на которую обращает внимание. Но теперь уже видно, что это тяжелая патология. Внешняя политика, международная торговля, а теперь и медицина, показывают полное отсутствие связи с реальностью этого старика, и что он стал проблемой не только для своей страны, но и для всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok